Домашние мини-огороды на подоконниках сейчас весьма популярны. Кто-то выращивает трепчатый лук в стеклянных баночках, кто-то зелень, а некоторые ухитряются получить неплохие урожаи огурцов и помидоров. Сегодня мы поговорим о том, какие пряные травы идеально подойдут для домашнего выращивания и что нужно знать начинающему огороднику. Оптимальным решением для домашней рассады являются неприхотливые пряные травы. Мы часто употребляем их в пищу, добавляя в разнообразные блюда. Это различные виды салатов и лука, базилик, орегано, розмарин, шалфей, мята и мелиса и некоторые сезонные растения, такие как рукола, шпинат, кориандр или сельдерей. Но есть и нетипичные для Молдовы пряные травы, которые можно использовать в процессе приготовления. У меня обычно бывает примерно видов 20 постоянно разных сортов ароматных растений, трав, салаты и так далее. Но в каждый год я пробую что-то новое и в принципе специфика, то, что меня интересует, это именно те пряные растения, которые можно выращивать именно в вазоне. Растение называется шиса, шиса красный, есть шиса зеленый тоже. На самом деле растение известное у нас, но оно известно под латынским названием перила. И оно у нас используется как декоративное растение, может быть, видели в клумбах. Японцы же его используют в пищу, да, там суши подают на таких листьях, салаты используют, да. Лафантус анисатус, ну просто, мне кажется, фантастикой. В этом году первый раз как бы выращиваем. Оно похоже по применениям как мята, как мелиса. Аромат, ну понятно, анисовый больше это доминантный. Сладкий вкус, поэтому в десерты, в чаи просто супер замечательный. Такие растения не требуют особых хлопот, но при этом неизменно радуют урожаем. Некоторые из этих видов трав, относящиеся к многолетним и морозоустойчивым, можно высаживать на грядках в огороде. Чем больше подрезаешь эти травы, тем выше и пышнее они растут. Кроме пряных трав на подоконнике можно выращивать различные сорта острого перца. Его видов огромное количество, а цветовая гамма и форма поражают воображением. На сегодняшний день стали популярны так называемые чилибонзай или деревья из перца. На самом деле комнатные перцы, то что называется декоративный, обычно люди думают, что может быть вот фиолетовый цвет, они несъедобны. Все перцы, все абсолютно перцы, они съедобны. Нету несъедобных перцев. Все перцы, даже включать те перцы, которые мы выращиваем на улице, обычные перцы, они многолетние растения. Мы их выращиваем как одногодки, поэтому имея перчик в вазоне, он у вас будет больше лет, если его правильно содержать зимой. Здесь у меня вот интересная разновидность, называется боливиан рейнбол. Из боливии, то есть именно тот сорт перца, который подходит к выращиванию на подоконнике, потому что низкорослый, в один и тот же момент он может содержать 5 разных цветов. И обычно как вот, например, начинается перчик у нас фиолетовый сначала, потом он меняется практически в белый, потом желтеет, потом становится оранжевым и финальный цвет получается красный. У некоторых видов перцев форма довольно необычная, например, как у Mushroom Thread или классических Scotch Bonnet и Bishop's Head. Чем больше сморчен перец, тем он острее. Стоит отметить, что у комнатных перцев острота намного выраженнее, чем у садовых, поэтому осторожно дегустируйте такой продукт. Острота перца, она на самом деле не, скажем, ну, самая острая часть, это та часть, которая держит семена. То есть, если вы хотите попробовать перец только чуть-чуть, да, чтобы понять остроту и боитесь, что вот слишком острый, не берите ту часть, которая содержит семена. Обычно наш перец, он имеет где-то 2-5 тысяч максимум, скажем, единиц. Перцы вот такие комнатные, да, вот Bolivian Rainbow, да, тайский вот этот, они могут содержать 30 тысяч, 50 тысяч, там, 80 тысяч, это уже как бы максимум. То есть, в разы, может быть, в 10 раз больше, чем обычный наш перец, да. Кененси – это сорта, которые суперароматные, ароматы тропиков, там, может быть, специфически лимонный аромат, может быть, там, маракуйя, там, персик. То есть, обычно вот наши перцы – это острота. Здесь же это вкус, это вкусы, это такие разные вкусы, которые, ну, просто передать сложно, нужно попробовать. Если вы решили создать у себя дома мини-огород, не забудьте проконсультироваться со знающими людьми и расспросите, как правильно ухаживать за каждым растением. Не обязательно превращать все окна в плантации. Но даже если на кухонном подоконнике у вас появится несколько видов пряных трав, помещение будет выглядеть свежее, а блюда станут намного вкуснее.